Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я съездил в Питер и очень неплохо провел там время. Пока не приехали до первого этажа, нужно успеть записать все, что хочу вам сказать. Ну вот уже первый этаж, не успел. На улице идет снег, много снежной работы, но я сегодня уезжаю в Санкт-Петербург. Жалко, что не на электричках, потому что нарисовалось интересное дело и в Питере нужно появиться срочно. Одним из наших направлений в работе является производство контента, производство видеопродукции для разных блогеров, организаций, ну и простых людей. Моему брату Семену удалось в Питере выцепить очень интересного клиента. А вытепил гопник что-ли, вытепил? Артемий Лебедеву поймал. Вытепил на улице, да? Еду я с Восточного вокзала, раньше всего никогда не ездил, он где-то находится в районе Черкизона, и сейчас мы будем двигаться в ту сторону. Карта Москвы, а кто у нас ее разработал? Студия Артемия Лебедева. Какие-то знакомые люди, с которыми мы скоро пересечемся. И это Восточный вокзал. Больше похоже на какую-то маленькую станцию метро. Ладно, сейчас буду ждать поезд и уже ехать. Думаю, самое интересное будет завтра. Приехал на Комендантский проспект. Сейчас пройдусь немножко пешком и дойду до владений брата. Снег идет как будто на Северном полюсе. Вот и надо снегом заниматься в Питере. Вырисовывается небоскреб брата. Элитная недвижимость. Этажей так, наверное, 25. Может быть даже и больше. Придется сейчас разбираться с этим домофоном. Какие-то Семен мне голосоухи прислал. Забудник сказать, что мы переехали. Адрес не тот дал, брат. Ну, какой-то адрес не тот дал. Переехали. Свои, открывай. Что свои? Брат не сказал мне, какой этаж. Поэтому я решил съездить на самый высокий 24. А потом уже разобраться, на каком этаже он живет. Вот такая питерская жизнь. Брат, ну ты ваш план. Чего? Ты на 20-й ввейбл? Да? Да? И сейчас тут жду, как будто я на курьеру в 50 раз быстрее поднимаешься. Чем ты? Здрасте. Но он остановится на 13-м, не будет. Друзья, брат, ты снимаешь что-то? Я тут видео, кино снимает. Вы не против? У нас нельзя всего купить. Нет, почему-то все рублей. Можно? О, спасибо. Вон, ты видишь, Лиза тоже уже свой человек стал. Бизнесмен. Брат, давай 500 на карту и снимай дальше. Ладно, у нас снимай. А ты меня переведи сначала, где-нибудь. Брат приехал. Короче, заехал к брату. 8 марта, праздник, цветы. Женщина ликует, мы-то чай пьем. Не только чай. Да. И не только чай. Семен предлагает для согрева. Короче, брат, смотри. У меня мания в последнее время коррекционировать всякое добро. Это водка. Водка, да. Это вот сетап для водки. Очень вкусное сочетание. Это мой клиент пивовар, короче, делает. Это дымные виски прислал мне. Рафи, ты, по-моему, пробовал? Нет. Нет? Это бершнапс вишневый тоже пивовар делает. Это бершнапс обычный. Это сами знаете, что. От пива маленько. Да, не маленько. Это уже тоже попробовано. Очень мягкая вещь, советую попробовать. Очень вкусная. Да. Это хорошо сочетается соком. От апельсинового яблочника. Брат, тут от всего будет башка сильно уволить. На самом деле, мне ни от чего не будет башка болить, потому что все хорошее. Все очень качественное. Это мне подарили когда-то на день рождения. Это тоже понятно, да, что? Надо объяснить. Балантайн. Это пискаль. Тоже такой своеобразный вкус. Я не... Не, не нравится. Пробовал несколько раз. Это, по-моему, вино. Сунапы. Это вишневую настойку. А где парня? Парня обижают врагов. Парня в унике. Вот еще такой. Это дымный виски еще. Запас один такой. Как там был. А это настойка вишневая. А это уже... Это все, это уже все. Ну вот, чувствую, если это все выпить, можно Артемия Лебедева с Тимофеем Лебедевым перепутать. И вообще его не найти. Ну, брат, ты даешь. Ну что, вот так вот, в общем, встретились с братом. По-деловому. Не как обычно. Даже капкан я не поставил. В общем, сидит сейчас, занимается камерами. Одна здесь, другая там. Еще штуки три в аренду нужно будет взять. С Молынцем пойдем гулять. С Молынцем пойдем гулять. Брат, ты, конечно, тоже фаршмак. Приехал, короче, на самый романтичный день, когда с девушкой проводить время. Приехал, брат. С Молынцем сам Бог велел посидеть. Привет. Тебя там снегом еще не привалило, блин? Или ты приехал уже этот ветер очищать? Смотри, блин, что так херово чистят у нас, блин. У тебя здесь много работы. Да я уже, я уже оценил. У вас тут работы много. Успевай только карман подставлять. Деньги сами падают. Я тут, я тебе вчера хотел перекипать ролик, блин, как чувак пошел чистить снег на крыше, короче. Как, блин, лавина сошла и он нахуй засыпал. Михалыч, у тебя такие истории, конечно, бомбические, их лучше вживую слушать. Я тебе предлагаю встретиться. А, да ты что, когда, сегодня выходишь? Ну, сегодня, я на один день переехал. А что, ну, в смысле, где, когда, чего предлагаешь, говоришь? Через пару часов в центре. Давай через пару часов в центре что-нибудь посидим, поразговариваем там. Былую молодость вспомним. Придумаем что-нибудь. Да, я не против, в принципе. Как одевается брат? Одел, короче, тонюсенькую курточку. Кожаную. И кофту. Как истинный модник. Еще и шарф сейчас завяжет такой. Как у художника. И посмотрите на меня. В пуповике, в двух кофтах, шарф, шапка. Еще и капюшон могу накинуть. Ну, Питер же северная столица. Приходится здесь по максимуму тепляться. Как добиться успеха, да? Да. Да просто пацаны, живите от души и все. Как и нравится. Вот это самое лучшее, что можно посоветовать. Работайте на работе, которая приносит удовольствие. Ой, не то. Слишком много телефонов. Ну, вообще круто, на самом деле. Ну, что, мы выехали. Решили встретиться с Михалычем. Старым нашим другом. Питерским. Проходим в Бургеркин. Ищем Михалыча. Он бы человек. Вочер. Картошку не угостить? Причем, она была очень раньше. Всеволодой молодец. Здоровый уже, блин. Здоровый Калыч. Здравствуй, дорогой. Сейчас отрыгнул, короче. Ну, молодцы. Здоровося с людьми. С подписчиками. С подписчиками. С подписчиками. С подписчиками. Что, ты поел? Алистовой поздоровался, со мной не поздоровался. Да я, блин. Как, ну, я, ну, нахуй, Мишенька, блин. Девушка, короче, ушла с подругой гулять, а. Приехал брат ко мне, приходится с братом на 8 марта тусить. Вот такие дела. Бля, все с камерами. Вы что, охерели, что ли, блин? Михалыч, отзвучивай, давай. Я сейчас тоже достану какой-нибудь. У меня тоже телефон есть. Вот так. Иди ты, Петра, да и бишь. Давайте уже культурную программу составим. Пойдем, культурная программа. Сейчас я вас сфоткаю на свой новый телефон. Кататься, кататься с горки со снежной. А летом я здесь на каяки поеду. Поплыл? Вон твоя воздушная библиотека. Дя-я-я-я. Слушай, а я буду, буду. Ну, а народ катается. А я уже парал каяки. Ну, молодец. Тебе надо прибиться только к навигации какой-нибудь. Не, не надо, блин. У меня все есть. Я со всем разберусь. Там есть определенное время, когда можно кататься, а когда нельзя. Что ты? Ты же ее продал, эту каяки. Я продал, брат, нет. Да? У вас две было? Ну, брат, парал. Что у тебя за оберег на лбу? А, блядь, я хотел сядь. Колбул, колбул врустяги, что бы не отвалился. Михалыч, давай не пропускать такие моменты интересные. Не надо никакие моменты. Ну, зачем ты это все? У меня же бизнес-влог. Я как раз там рассказываю про всяких мудрецов, про всяких достигателей. У тебя такой богатый жизненный опыт, а ты им не хочешь делиться. Если вы в России и хотите заработать бабок, то вы должны понять, что самый хороший способ, этот касается только России, это спиздить. Просто вам нужно понять, где и что, и когда. И все. Сейчас не канает, ты что? Что не канает? Что-то теплое надо. Глентвейн какой-нибудь. Бежать тебе, гай. 500 рублей. На одного? Один пиццк. Готов указить вас в размерах 500 рублей. Если вы не превысите бюджет. В общем, зашли мы. Хорошая тема. Зашли мы вот в такое заведение интересное. На Путалке у нас. Это не заведение, а в мраморный дворец. В мраморный дворец? Да, в резиденции Александра Третьевна. Тут даже не наливают? Слушай, там экскурсия идет. Можем пойти туда. На экскурсию или наливают? Я думаю, что там не наливают. Там люлей отливают. Жалко. В общем, вот такая вот фреска у нас на потолочке расположилась. Это же самое интересное, как ее надо было нарисовать в таком формате. Куда мы зашли? В кофейню? Нет, это не кофейня нифига. Это, сука, хитрошопый, блядь, ты какой, блядь. Ну давай, рассказывай. Нет, блядь, ну просто бургерная. Просто, ну, крафтовые бургеры делают хорошее место в Питере. Кстати, вот мы сидим, а это же название. Не знаю, просто тупо прихожу сюда и все. Написано бургер. А, гриль-бургер, гриль-бургер, да. Ну, хорошее место. Понял. В общем, за те же деньги, которые с вас возьмут какую-нибудь вкусно и почка, я думаю, что у них это, с приходом весны они ребрендинг сделают, будет называться вкусно и почка. Вот. Да? Ладно, Мишаня, ты на нас не серчай, нас не стращай. Летом поедем на речку. На черную речку. На речку собрались. А ты нам посоветовал сейчас бургер, будем пробовать. Да, пробуем. Ну-ка. Пробуем. Что с чем? Ковяжая котлета, приготовленная на гриле, в средней прожарке. Видал? Мой вердик. Ладно. Давай я попробую. Теперь попробуй сам. Не, ну, во-первых, ты увидишь. В общем, немножечко посидели, перекусили, поговорили с ребятами о жизни питерской. Рассказали они немножко о своих планах. Не нравится им то, что я ролики снимаю. Не, нам нравится. Ну, я вот сейчас заметил, какой у меня фон красивый сзади. Смотри. А я предлагал со второго этажа снимать этот фон. Нет, вот правильно. Как называется? Собор на теле Блаженово? Да. Путаю, да? Казанский собор. Его, его недавно... На фоне. Я реконструировал, но покрытие меняет. Ну, в принципе, заборудованный тут Zoom. 2 PTI, 2 PowerBank, 2 фотокамеры, 2 объектива. Я кому? До хера. Моя подготовка нравится. Удовольствие получаю. Хочу больше всего нравиться, когда... Короче, все поставил. Свет в идеале все выставлено. Там все работает по звуку. Потом все качественно отснял. И вот когда я вот это удовольствие от того, что проект завершен, получили бабок. Ну, бабки – это последнее дело. Самое главное – вот именно подготовиться, не проебаться. И клиент, чтобы еще вернулся раз в 10 в минимум. Пришли мы на базу. Да, Семен? В книге почитал базу? Ну, в книге почитали. Трансформаторы прочитали, что офис – это называется база, место силы. Офис – это как по-пиздорски звучит, да? Подумайте сами, офис. Клерки сразу, база – это, блядь, база. Ну, вот, пришли на базу. Мне кажется, это очень эротично выглядит. Да. Пишите комментарии. Просто, просто, смотрите. Мне очень нравится, во-первых, фиджи-фильм, X-T3, X-T4. А во-вторых, да хуя. Это прям… Не знаю, мне прям эмоции какие-то появляются. Семен – оператор от бога, получается. Ну что, ребята, мы приехали на студию. Зашли сейчас в гримерку. Вот так вот она выглядит. Достаточно красиво. Семен уже решил раскладывать оборудование. Здравствуйте, сестры, привет всем. Как ваши дела? У меня хорошо. У меня очень боевое настроение, я в Ахоми. Хочу срать. На нервном почве. На нервном почве. На нервном почве. На нервном почве работать. Не знаю, какой человек окажется Тимофей. Какой Тимофей, дурак? Мы пендриться много не будем. Получится – покажем. Не получится – уж извините. Тоже покажу. Тоже покажу. Займите, пожалуйста, камерами, как и девушки. Да. Нашли камеры питания подведи. Сейчас займусь. Просто посетим. Обзорчик сниму пока. Пока говорить можно. В общем, ну что, пришли. Уже начали настраивать камеры. Семен в работе. Я сейчас тоже подключаюсь. В общем, движуха пошла. Так, идем на ревизию туалетного оборудования. Это гораздо лучше, чем в Америке, но все равно это ужасно. Конечно. Потому что вот, смотри. Вот, по-моему, ты видишь? Там, да, да. Вот она. Я не хочу, чтобы у меня в кабинете поставил мальта какого-то старого человека. Произведение искусства. Произведение искусства. А там нет. Ну, это, конечно, в сортиле сейчас я отношусь. Еще одно поизведение искусства. Ну что, друзья, съемки прошли. На самом деле успешно с точки зрения работы. Наш клиент опоздал очень сильно. Поэтому пришлось все делать в ВПХ. Не удалось позадавать ему вопросов. Он взял максимально быстро руки в ноги, ноги в руки и решил бежать дальше заниматься своими делами. Но клиент всегда прав. Ничего не поделать. Спешка, спешка, спешка. Но, тем не менее, работа выполнена на 100%. Все, ну, на данный момент до монтажа еще пока не дошли, но вроде бы сделали все, что хотели. Сейчас будем сдавать оборудование. Все, что мы сегодня наарендовали. И закругляться с работой. Кайфово же там, да? А, Семен уже здесь. Как так? Как так может быть? Качается материал. 108 гигабайт. Вот такой маленький флешечки. И таких флешечек сколько штук? Шесть. Для особо гостей достал. Такой напиток. Чивас Ригао. На видео производство. Сейчас мы говорим, а там все говно. Надо проверить сначала, чтобы успокоиться. Ладно, ну, большая часть съемки успешно. Да хороший этот результат. Ты в курсе, что ты пьешь как алкаш? Нет. Надо медленно пить. Да? Ну, извини, меня никто не учил. А что бутылки не будет с тобой? Медленно. Не пей пока. Подожди. Вдохни. Подожди теперь. Выпил, подожди. Себя снимай. Выпивай аккуратно. Подожди. Пока не ешь, ничего не делай. Подожди. Сейчас раскройся. Сейчас раскройся. Что чувствуешь? Скажи. Да не совсем приятное ощущение следит. У него реально мягкий вкус. Ну, дубовый такой, да. Дуб. Что-то такое древесное есть, да? Язык заплетается. Реально. Что-то ебнул в топку. Да не с топку. Это пора. Вы имеете. Пора есть. Да? Вот это ты гений. Вот такой сегодня день в Питере солнечный. Вот такая вот у нас обстановка. Братиш, это, конечно, не Париж, а Питер. Круассант, кофе, посеи, пожалуйста, тоже. Так начинается день. У нас сегодня гастрономический прорыв. Обалдеть. Саши. Сарвасан. Французский завтрак. Просто пока ходим по Питеру. Наслаждаемся. Осталось. Пойдем мы сюда. Смотри, вот там травы есть. Классные дела. В общем, как завещал Геннадушку Ленин. Вкусно поесть. Хорошо попить. 4 часа на Сапсане туда, 4 обратно. Хуяк-хуяк. Хуяк-хуяк. Вот такой вот март 2023 года Санкт-Петербург. Летопись. На память. Потом будем смотреть лет через 10 вот может вот что-нибудь уже изменится. Непотя, похеря. Никогда за 10 лет не смеленый. Да, потолок на вокзале красивый. Ну что, уезжать будем? А? Уезжать будем. В Москву ехать надо. Город провинции, да. Короче, приехали на московский вокзал в Санкт-Петербурге. Брат провожает, а я уезжаю. Закончился в уикенд. Закончилась работа. Готовься брата встречать через пару дней в Москве. Да. Скоро опять воссоединимся. Должен был с тобой ехать. В курсе, да? Просто съемочка отменилась там, перенеслась. Планировал, но не получилось. Поэтому вот на вокзале сейчас уже 8 поездов. Осталось полчасика. Посидим и будем ехать домой. Такое вот у нас получилось в этот раз путешествие и выпуск. До новых встреч. Вкусненько поел, прекрасненько поспал, погулял, сходил к знакомым. Одним словом, одно удовольствие. Обожаю ездить в Питер. Совершенно не обязательно на выходные. Можно даже на будни. Четыре часа на Сапсанчике хуяк туда, четыре часа на Сапсанчике хуяк обратно. Абсолютно исключительно одно сплошное удовольствие.